Здравствуйте, друзья! Хотите познакомиться с самой технологически совершенной и быстрой Ferrari за всю историю? Тогда вы пришли по адресу. Ferrari в данный момент активно работает над своим новым гиперкаром, который станет преемником легендарной LaFerrari. Этот автомобиль, известный под кодовым именем F-250, был недавно замечен на тестовых испытаниях и его уже окрестили как LaFerrari второго поколения. Внешний автомобиль демонстрирует агрессивный дизайн с яркими аэродинамическими элементами. К тому же свежие фотографии и испытания на северной петле с меньшим количеством камуфляжной пленки дают большее представление, как будет выглядеть новый флагман компании. И скажу я вам, все не так плохо, как я думал изначально. Автомобиль уже выглядит ниже и шире, чем LaFerrari, и явно демонстрирует влияние гоночного Ferrari 499P. Влияние болида можно четко увидеть в передней части прототипа, и похоже, что световая полоса, имитирующая заднюю оптику, также была взята из гоночного болида. В угоду своим предшественникам новинка получит характерный механизм открывания дверей крыло-бабочка, как у LaFerrari и его предшественника Enzo. Но это все лирика, вы должны понимать, что с приходом нового флагмана изменится и философия бренда. И в этой философии сыграет важную роль тот самый гоночный болид Ferrari 499P. Он был создан как часть новой стратегии Ferrari по участию в элитных мировых автоспортивных соревнованиях. Этот автомобиль представляет собой сочетание передовых технологий и традиционных гоночных ценностей марки, и он имеет просто сумасшедшее влияние на новый гиперкар компании. И речь идет не только о внешности. В новом суперкаре компании будет использоваться шасси, похожие на то, что и в гоночном болиде. Это полностью карбоновый монокок, разработанный с использованием технологии Формулы 1. Но самое большое сходство у серийной модели с гоночным болидом будет заключено в силовой установке. Наследник LaFerrari получит гибридную силовую установку. На это намекают и соответствующие наклейки на некоторых прототипах, подтверждающие наличие электрифицированного силового агрегата. Но есть веские основания полагать, что V12 в новом флагмане уже мы не увидим. Вместо этого Ferrari решили пойти другим путем и перенести силовую установку с гоночного 499P с минимальными изменениями в полностью серийного наследника LaFerrari. И это просто сумасшедшая идея. Для справки, гоночный болид оснащен трехлитровым V6 с двойным трубонадувом, где число 499 в названии гоночного автомобиля указывает на объем мотора в 499 кубических сантиметров на каждый цилиндр. Этот двигатель был специально разработан для гонок и обладает высоким уровнем мощности и крутящего момента. Общая мощность мотора составляет 700 сил, но для серийной модели его еще больше форсируют и доведут до уровня почти в 900 сил. Серийная модель получит похожую гибридную систему, которая включает в себя электромотор и литий-ионную батарею. Электромотор дополнительно усиливает мощность и улучшает эффективность всей установки, особенно на высоких оборотах. Серийная модель также получит систему CARES Kinetic Energy Recovery System, заимствованную у болида Формула-1. Эта система позволяет восстанавливать и использовать кинетическую энергию, генерирующую во время торможения, которая в противном случае была бы потеряна в виде тепла, а так она уходит на заряд батареи, питающей гибридную систему автомобиля. В качестве коробки передач будет использоваться оптимизированный семиступенчатый робот, что обеспечивает быстрые и точные переключения передач. В сумме такая установка будет выдавать табу на уровне в 1200 сил, а разгон до 100 км в час сократится до 2 секунд. Такую динамику компания планирует обеспечить благодаря рекордно низкому весу и наличию полного привода, где ДВС передает мощность на задние колеса, а электромотор на передние. Что мы получаем в итоге? А то, что новый гиперкар компании – это по сути гоночный Ferrari 499P в кузове серийного автомобиля, и это просто фантастика. Именно эта новинка даст возможность клиентам ощутить себя профессионального гонщика, в буквальном смысле. Да и не стоит забывать, что 499P – непростой болид, он на минуточку выиграл Лиман в 2023 году. И это все мы получаем в серийном автомобиле. Компания Ferrari объявила, что новый автомобиль будет выпущен к 2025 году, а его тираж будет очень ограниченным и составит менее 5% от общего объема производства компании. Скорее всего, речь идет о цифре в 600 купе нового F-250 и еще 200-250 кабриолетов этой модели. Премьера новинки запланирована на октябрь. Поставки должны начаться в первой половине 2025 года, так что ждем с большим нетерпением. Компания Ford намерена расширить свое портфолио доступных моделей путем создания нового суббренда. На своей второй квартальной конференции, состоявшейся около месяца назад, в компании раскрыли интересный факт. Во время своего вступительного слова, генеральный директор Ford Джим Фарли назвал Dark Horse суббрендом. Компания действительно планирует создать еще один суббренд, и кроме Mustang это будет еще и Dark Horse. На данный момент у компании есть всего несколько моделей с шильдиком Dark Horse. Это Mustang Dark Horse, цена которого начинается с 68 тысяч долларов, а также гоночный автомобиль Dark Horse R. И этого как бы маловато для звания настоящего суббренда, так что в ближайшее время компания планирует расширить портфолио нового суббренда, в который будут входить в более эмоциональные и мощные модификации уже существующих продуктов. Если верить слухам, на данный момент в разработке находится кабриолет с шильдиком Dark Horse. Это также подтверждается информацией, которую предоставили дилеры, которым показывали высокопроизводительный кабриолет с двигателем V8 и механической коробкой передач месяцем ранее. Также есть информация, что Ford разрабатывает некий четырехдверный Mustang под названием Mag4, и этот вариант также получит версию Dark Horse. Так что в принципе Ford есть где разгуляться и предложить своим клиентам много интересных игрушек. Напомню, что актуальный Ford Mustang Dark Horse был представлен в 2022 году как часть седьмого поколения. Dark Horse оснащается форсированным пятилитровым двигателем Coyote с улучшенными внутренними компонентами, включая титановый коленчатый вал и кованые поршни. V8 выдает мощность в 500 лошадиных сил, хотя мощность может варьироваться в зависимости от рынка, а вот крутящий момент составляет 567 ньютон-метров. И выглядит это все просто сногсшибательно. Помните этот Xiaomi SU7 Ultra и его фантастические характеристики? Так вот, компания Xiaomi, известная прежде всего своими смартфонами, объявила о планах по выпуску этого электрического суперкара в серию. И это, мягко говоря, очень смелый шаг, учитывая запуск обычного SU7, который прошел не очень гладко. Но это другой зверь, и, возможно, здесь у компании будет другой подход к контролю качества. Напомню, что SU7 Ultra оснащен тремя электромоторами и обладает невероятной суммарной мощностью в 1527 сил. Сами моторы получают энергию от аккумуляторного блока Cuttle Quilin 2.0. Xiaomi утверждает, что автомобиль разгоняется до 100 км в час за 1,97 секунды, до 200 км в час за 5,97 секунды, а до 300 км в час за 15 секунд ровно. И это просто фантастика. Кроме того, в этом году Xiaomi хочет побить рекорд времени на Нюрнбургринге Porsche Taycan Turbo GT. И это очень серьезная заявка, но всеми необходимыми характеристиками автомобиль обладает. Сам кузов автомобиля выполнен из карбона, что не только благотворно влияет на его вес в 1900 кг, но и улучшает аэродинамические характеристики. Прижимная сила составляет внушительные 2145 кг, что обеспечивает отличное сцепление с дорогой на высоких скоростях. Эти показатели позволяют SU7 Ultra претендовать на титул одного из самых быстрых и устойчивых автомобилей на дороге. Но это все в теории, на практике это все нужно будет подтвердить Xiaomi. Тем не менее, компания уже сейчас готовится к запуску новинки в производство и опубликовала некоторые требования к будущим владельцам модели. Компании это объяснили тем, что высокая мощность требует от водителя не только умения, но и официального подтверждения этих навыков. Xiaomi требует от потенциальных владельцев пройти экзамен на вождение, чтобы убедиться, что они смогут безопасно управлять этим суперкаром и справляться с его динамикой. И это, как мне кажется, очень разумный подход. Первые поставки SU7 Ultra запланированы на 25-й год, и этот автомобиль, безусловно, станет предметом зависти и восхищения в мире высокопроизводительных электрокаров. С такими амбициозными планами Xiaomi показывает, что намерена серьезно войти на рынок автомобилей и заявить о себе на весь мир. Главное, чтобы не получилось как с телефонами, где мы вдоволь насмотрелись на убийцу флагманов, который так никого и не убил. Что ж, на этой оптимистичной ноте я завершаю сегодняшний выпуск. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, что вам было интересно. И напоминаю, чтобы не пропускать новые видео, рекомендую подписаться на канал, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok